Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Вы не представляете, насколько тяжело мне сейчас дается снимать это видео, потому что я переснимаю его уже третий раз. У меня здесь огромные просто какие-то непонятные конструкции, которые помогают мне глубоким вечером снимать это видео. Но я очень хочу снять это видео для того, чтобы снять уже с себя этот груз, чтобы вас порадовать, потому что это видео у нас будет с вами об ароматах. Итак, я хотела бы сегодня вам рассказать о пяти ароматах, которым я пользовалась этим летом, ну и уже началом осени. То есть вот пол сентября я пользовалась одним ароматом из тех, которые я вам сегодня буду показывать. Большой кусок из моей коллекции об ароматах, о моих ароматах, которые имеются у меня в моей коллекции. Первый аромат, наверное, давайте с которого я начну, это будет аромат, которым я, собственно, пользовалась уже в конце лета, то есть начало сентября. Это Давидов, вот такой вот очень красивый флакончик, это Cool Water Essential Essence. Это для меня единственный аромат, который бы я, наверное, не отнесла к летним, потому что для меня он такой особенный. Это цветки вишни, ну и, собственно, давайте я вам для начала сейчас прочитаю, что говорит об этом аромате именно сама фраконтика, потом я вам расскажу в именно записанном виде, что ощущаю я, ну и потом, собственно, я его нанесу на себя сейчас и расскажу вам, какие эмоции он у меня вызывает. Основные аккорды это ванильный, белые цветы, сладкий, фруктовый, цветочный, цитрусовый. Относится к цветочно-фруктовым, выпущенный в 2012 году. Кстати, да, ароматы Давидов практически все очень-очень старые, но они очень крутые, поэтому кто любит что-то не то, что сейчас модно, именно такие, знаете, суперкомпоты, как и некоторые, которые я вам сегодня покажу, это что-то такое именно, знаете, необычное, классическое, но очень-очень здоровское. Мне, например, притягивают ароматы Давидов. Итак, вернемся к самому этому парфюму, выпущенному в 2012 году. Верхние ноты это пергамот, красные ягоды, сердце это франжипания, орхидея, база это древесные ноты, ваниль, мускус. Кстати, абсолютно мускуса здесь я не ощущаю. Что я в нем чувствую? То есть я наносила на себя этот аромат и в течение всего дня ходила, записывала все эмоции, которые у меня сохранились. Так, я хочу вам это прочитать для того, чтобы не потерять эту важную информацию. На мой взгляд, это очень-очень важно, так как утром, днем и вечером аромат раскрывается абсолютно по-разному всегда, любой аромат практически. Есть, конечно, моно, которые вообще никак не влияют ни время года, ни погода, ни время суток, но это не тот аромат. Сначала я здесь чувствую горьковатые цветы, желтые цветы, именно в моем понимании это была именно лилия, теплое солнце, богато распустившееся весеннее дерево, холодный фруктовый чай с зелеными разрезанными дольками, сочное красное спелое яблоко, настоявшийся крепкий чай с сахаром и с лимоном. И стойкость у него приблизительно 2-3 часа, и остатки, которые уже остаются на вашем теле, они приблизительно около 5 часов держатся. Это не тот аромат, который будет держаться на вас весь день, его нужно обновлять, его нужно с собой носить. Поэтому, собственно, у меня вот такой вот маленький флакончик в 30 мл. Мне безумно нравится этот аромат. Как только я нюхаю его именно из флакончика, как только я вдыхаю вот эти вот пары, я не знаю почему, у меня представляется прям огромное распустившееся, но не опадающее дерево сакуры. Вот эти вот нежно-розовые цветочки, это настолько все романтично, он сладкий, сразу вам могу сказать. Но после вот этого как раз-таки дерева сакуры сразу ощущается, на мой взгляд, именно темный, такой, знаете, настоявшийся, очень настоявшийся черный чай. Немного сахара, знаете, такой послевкусие остается, когда чаинки вот именно не в пакетиках чай, а, ну, рассыпчатый. Если вы его насыпаете, то чаинки со временем очень сильно разбухают, плюс они настаиваются с сахаром. Вот это именно вот такой вот аромат получается. Он очень интересный, он не очень сильно согревающий. Я считаю, что Davidoff, это такая марка, которая делает немного прохладные ароматы, поэтому если вы не любите притерно-сладкие, любите именно такие немного холодящие кожу парфюмы, то я вам могу посоветовать Davidoff. Очередной представитель Davidoff Cool Water, и это уже обычный вот такой вот синенький флакончик у него. Упаковочка выглядит вот таким вот образом, здесь у меня уже 50 мл. Девочки, это, наверное, единственный аромат за все это лето, за все эти 3 месяца, который я израсходовала 50 мл практически наполовину. То есть на следующее лето мне его хватит, и все, его уже у меня не будет. Это потрясающий аромат. С этим парфюмом я получала неимоверное количество просто каких-то бешеных комплиментов. Всем почему-то настолько нравится этот аромат, именно женскому полу. Не знаю, как мужскому, но вот девушки очень часто подходили и спрашивали меня, что же на мне нанесено, потому что он очень-очень свежий. Он, знаете, вы вот его наносите, и вас как будто бы холодной водой облилили. То есть такое потрясающее ощущение, которое у меня вот лично с парфюмами бывает очень-очень редко. Давайте прочитаю вам, что же я здесь написала. Основные аккорды водяной, цветочный, фруктовый, озоновый, свежий, сладкий. Ну, он, собственно, таким и является. По моему предыдущему описанию, я думаю, вы уже поняли. Это группа цветочно-водные, очень старый аромат, 96-го года, парфюмером Пьер Бурбон. Верхние ноты ананас, айва, черная смородина, лилия, дыня, лимон, лотос, колонн. Сердце, мед. Не знаю, почему здесь мед, я его вообще абсолютно не ощущаю. Мед, боярышник, жасмин, водяная лилия, ландыш, лотос, роза. База ежевика, корень фиалки, сандал, мускус, малина, 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 ваниль, персик, ветивер. Что я ощущаю, опять же, я его наносила на себя, потом в течение всего дня ходила, записывала именно на листочек, что же я ощущаю с этим ароматом. Это свежескошенная зеленая трава, чистая кристальная вода, чистота, бергамон, лимонная цедра, водяная лилия и холодный ветер. Это реально аромат, который придаст вам холода. Я не знаю, как у него получается это, но это реально холодный, прохладный, но летний ветер, солоноватый, может быть, с моря дующий. Очень-очень красивый парфюм. Вот я его, когда вдыхаю, я здесь отчетливо в первых нотах чувствую именно лотос и фиалку. Очень красивый аромат, немного жасмина, но это такой жасмин, знаете, который вот эти белые цветочки только на густе жасмина открылись, они еще не собираются опадывать, то есть они в самом своем расцвете. Очень-очень красивая композиция, действительно, все могу ее порекомендовать, он необычный, он не приторно сладкий. Я бы сказала, что он вообще не сладкий, я также не могу отнести его к фруктовым, потому что вот лично мой нос, малину здесь вообще абсолютно не ощущает, но парфюм очень-очень крутой, поэтому тоже вам могу его посоветовать. Далее представитель моей коллекции летней, это как раз-таки компотик, который я бы, наверное, у меня не было зимой бзика, что я хочу фруктовые всякие сладкие такие компоты, я бы, наверное, его, честно вам скажу, не приобрела. Итак, это Антонио Бандерас Blue Fresh Seduction. Это как бы такая элементированная версия, очень красивый, конечно, флакон, я его достаточно много из пшика, вы можете заметить, но где-то приблизительно половина. И здесь у меня, кстати, 100 мл, то есть да, на следующее лето мне еще хватит, но я честно вам могу сказать, от некоторых, скорее всего, ароматов, которые я вам сегодня покажу, я, скорее всего, от них избавлюсь. Итак, основные аккорды цитрусовые, цветочные, свежие, фруктовые, белые цветы, относятся к группе цветочно-фруктовые, выпущенные в 2010 году, то есть это достаточно старый аромат. Если судить по моей книжке, то я здесь ощущаю лист черной смородины, смородина, ежевика, малина, зеленые ноты, горький апельсин, цедра и древесные ноты. Да, давайте я его обновлю, потому что немножко уже запамятовала, честно говоря, не хочет пшикаться, зараза, господи, ааа, очень много. Ладно, да, здесь очень много фруктов, очень много листочков именно таких вот, знаете, ягодных листов, в плане того, что там черная смородина, ежевик, вот эти вот все такие кустовые, грубо говоря, ягодки. И приятный аромат, но я бы, наверное, его в каком-то бешеном ритме не стала искать, хотя у меня есть девушка одна на работе, которая просто тащилась от меня, когда я пользуюсь этим ароматом. Каждый раз она ко мне подходила и спрашивала, что это за парфюм, что это за парфюм, пока, в общем, я и не сказала, что же это за аромат. Вот здесь прям, знаете, сразу в нос бьет огромная корзина со спелыми, чуть ли не переспевшими ягодами. Вот реально, это вот одни ягоды, немного там листочки где-то мелькают, может быть, даже лесные листочки, но здесь и земляника, и ежевика, и клубника, какие-то там отголоски. Очень здесь мало именно ощущается клубника, но она все равно здесь присутствует. Немножко может быть даже, вот знаете, древесность, это вот в кедре, который заявлен в базе, вот этот вот кедр, он в самом конце, и знаете, не то чтобы дерево прям такой вот кедр стоит, а какие-то отголоски, когда вы идете по лесной тропинке, вот чуть-чуть чувствуется аромат древесины, но почему-то именно мокрый. Здесь вот очень отчетливо чувствуется именно ежевика. Ежевика с клубникой, да, перемешанный такой микс, может быть, даже какой-то смузи, но это, опять же, повторяюсь, не тот аромат, за которым стоит гоняться. Это именно такая вот фруктово-компотная водичка, прикольная, но, наверное, его я оставлю, вот из двух следующих, которые я вам сейчас буду показывать, я, наверное, подумаю, может быть, от какого-нибудь все-таки избавлюсь. Далее аромат, который я вам все-таки покажу, это будет ГИС. Наверное, так произносится, честно вам скажу, у меня все время проблемы с переизношением этого бренда, и это Седакшн Санкиссек. Вот такой вот аромат, я уже однажды вам его показывала в прошлом летом, опять же, пользовалась я этим летом, не так часто, как в прошлом, но мне тоже нравится этот аромат, и он, опять же, относится к именно вот этой вот, знаете, фруктовой композиции, в которой ничего такого особенного супер-то нет. Флакончик, кстати, выглядит вот так, если вы вспомните, вот эта вот помадка супер-классная, о которой я говорила, да, это тоже опять земляника, но это, как вам сказать, со временем я поняла, что этот аромат немного простоват, и, в принципе, вот этот, вот этот и вот этот, о котором я вам дальше расскажу, это практически один и тот же парфюм, немного в разных интерпретациях, потому что, вот еще раз повторяю, если бы я была в более таком здравом уме, у меня не было бы помешательства, в общем, рассудок у меня не помутился, я бы, наверное, все вместе их не стала покупать, потому что в какой-то то или иной мере каждый из них может заменить друг друга, то есть это не какие-то необходимые парфюмы, не какие-то необходимые именно покупки. Вернемся к... Вернемся к ГИС. Это основные аккорды сладкий, фруктовый, ванильный, цветочный, пудровый, относится к цветочно-фруктовым сладким, выпущенным в 2012 году парфюмером Бернард и Лена. Верхние ноты грейпфрут, малина, груша, середина сердца, жасмин, ваниль, орхидея, база, фиалка, ибановое дерево, мускус, извините, у меня такое ощущение, как будто я только что мутикнулась. Вот, давайте опять же обновлю этот аромат, потому что, честно вам могу сказать, какой-то особой разницы в них, вот, я не могу вам сказать, поэтому мне приходится сейчас обновлять и, грубо говоря, сравнивать их. На другую руку нанесу. У него, кстати, здесь очень крутой дозатор именно. Вот, разницу сейчас почувствовала. Здесь вот чисто лесная земляника. Сразу прям идет вот засахаренная лесная земляника. А здесь ежевика. Ну, честно говоря, они мне оба нравятся, но, по сути, это фруктовые компотики. Да, он классный. Он не очень стойкий, говорю вам сразу. Что я здесь ощущаю по своему блокноту? Это терпкая летняя специя. Что же за специя? Ну, вот при комнатной температуре я не ощущаю эту специю. Говорю вам честно. Лимон, шафран, черный чай. Шафран, да, кстати, очень хорошо ощущается здесь. Шафран и черный чай. Смородина. Больше клубники, который идет за смородиной. Убираем смородину. Чувствую здесь клубнику. Смородина, ну, может быть, что-то там, но очень-очень маловероятно. Бергамот хорошо ощущается. Лимон. Именно цедра покрошенная. Чуть-чуть совсем тоже. Деревянная палочка, да. Сухие стручки ванили. В конце, помню, точно. В конце, когда он практически уже сходит с кожи, тогда чувствуются сухие стручки ванили и мускус. Но мускус не тот именно, он не животный. Он именно синтетический. Потому что, я думаю, все вы понимаете, из тех ароматов, которые я вам показываю, мускус это достаточно такой дорогой ингредиент. И его во все масс-марки этот аромат, естественно, не буду добавлять. То есть здесь, в таких вот парфюмах, если вы чувствуете мускус, это не натуральный мускус, это именно синтетический. Мне нравится этот аромат, но он у меня еще, знаете, с таким периодом жизни связан, который вот, не знаю, как бы я не жалею, но как-то осадок остался. Собственно, вот от этого аромата тоже остался осадок. Скорее всего, я его отдам. Сейчас еще, конечно, сравню с маскино, но вкусный, прикольный, но не знаю. Мне кажется, вот сейчас вот именно как-то я переросла, либо просто пора времени пропала, когда мне нравился этот аромат. Давайте перейдем к последнему, к пятому. И это, по-моему, тоже прошлым летом я вам показывала пробник этого аромата. Это маскино Чик Питлз и серия Чип энд Чик. Вот, вот такой вот он красивенький. Когда я его достала из своей сумки, мой молодой человек мне спросил, что у тебя делает мужик в сумке? Я думаю, что? В общем, вот такой вот красивый аромат, очень девичьи цветочки, очень лаконичная такая вот упаковка. В общем, ну, мне нравится этот парфюм, давайте нанесу его, обновлю, потому что, честно говоря, уже не особо помню. Но когда я его пробовала именно в пробнике, для меня это был чистый аромат молодильных яблок. Я называю молодильными яблоками именно те яблочки, которые, вот знаете, маленькие такие и красненькие. Прям вот они вот, они еще даже созреть не успели, а их уже кушаешь, и они очень-очень вкусные. Да, да, это он, он очень прикольный, свежий, и это именно молодильные яблоки. Основные аккорды древесные, фруктовый, свежий, пряный, сладкий, цветочный. У этого аромата музой послужил мультикапликационный персонаж Олива. Парфюмер, я даже, честно вам сейчас говорю, боюсь коверкать, я лучше в инфобоксе опять же напишу. Верхние ноты гранаты, дикая земляника, красный имбирь, сердце, красная орхидея, гордения, водяная лилия, база мускус, дерево хиноки, итальянский ирис. В общем, в 2013 году, на мое огромнейшее удивление, здесь вообще никакого яблока нет, ни красного, ни зеленого, вообще никакого. Но я вот его очень хорошо чувствую, я здесь также чувствую очень хорошо дерево, именно вот эти вот яблочки. Может быть, немножко, немножко сухого гранаты, именно, знаете, когда вот гранат, он созрел, долго лежал на солнышке, он именно высыхает. Вот такой гранат чувствую, не сочный. Землянику нет, и, наверное, вот эта вот свежесть водяная лилия и имбирь дает. Мне нравится этот аромат, и я думаю, по моим вот этим вот всем отзывам, даже я сейчас вот себя слушаю, скорее всего, может быть, я еще, конечно, хорошенечко подумаю, но, скорее всего, я избавлюсь вот от этого аромата. Может быть, не избавлюсь, но как-то вот что-то мне хочется убрать из этой композиции, потому что, мне кажется, таких вот именно фруктово-ягодных ароматов в таком количестве держать не стоит, потому что, потому что они под настроение. Нет, это не те ароматы, которыми я буду пользоваться круглогодично, это не те ароматы, которые подойдут мне вообще под любое настроение. Да, под любое настроение, честно вам скажу, летом мне шли два вот этих вот парфюма. Ну, собственно, я больше всего это потратила, если посмотреть то по Маскину, то это вот тоже приблизительно пол флакона, здесь, по-моему, сотка, да, здесь сотка, и в пятидесяти, ну, собственно, вот практически тоже половину использовала. Это те именно ароматы, которыми я пользовалась каждый день, и я вообще абсолютно не напрягалась, мне было комфортно, и на работе мне никто никакие замечания не делал, потому что у меня такие работнички, еще те, которыми я все время воюю, как вы уже поняли по моим видео, когда я разговариваю о своей работе, да, работа у меня сложная. Собственно, дело опять, у нас речь идет не о работе, но, ой, вот он вкусный, да и вот этот, в принципе, вкусный, но сейчас я здесь почему-то, знаете, немного карамелек именно чувствую, вот, знаете, клубника с молоком, карамель такая есть, карамельки, вот чуть-чуть сейчас и отголоски его идут. Ну, и вот этот вот, он здесь очень концентрированный, но сейчас при разношении своей на коже, именно в теплом помещении, с включенными батареями вечером, я чувствую немного даже конфет каких-то опять, я не знаю почему, у меня почему-то именно в зимний период времени, но мне практически все ароматы пахнут, начинают конфетками, ванильками и всем вот таким вот. Итак, я надеюсь, что видео вам было интересно, я надеюсь, что я в какой-то, в какой-то мере удовлетворила ваше желание посмотреть на еще один маленький кусочек моего парфюмерного мира, на свои взгляды, да, они меняются, но вот что имею, то вам показываю, я надеюсь, что вам действительно было это интересно смотреть, я надеюсь, что вам было это полезно, может быть, кто-то сделал для себя какие-то заметки, сходите, потестируйте, подумайте вообще, нужен или не нужен вам этот аромат. На этом я буду с вами прощаться, огромное вам спасибо за внимание, я вас всех очень сильно люблю, всех целую, пока, до новых встреч!